Всем здравствуйте! Всем зрителям нашего канала с вами Сергей. Вы на канале Сергей и Валя Грачёва. И сегодня у нас распаковка. Может быть показалось бы странным, что ну какие-то ручки. Но это ведь не просто ручки, это от компании Xiaomi. И ручки, которые являются для нас, простых людей, очень важным средством для того, чтобы записать, например, какую-то заметочку. Может быть важные информации какие-то поступают нами, мы хотим их записать. И конечно же поставить где-то подпись. Да и вообще в повседневной жизни без ручки ну никак. Мы сегодня имеем два образца. Я заказывал их на сайте Гербес, но их можно купить также и на сайте Алиэкспресс, и на других китайских магазинах. Да и конечно и в вашей стране, но разница есть лишь в том, что они дороже. Это первый вариант, который появился год назад от компании Xiaomi. И это пластиковая ручка, она называется Xiaomi Mijia Sync Pen. А это у нас уже ручка для деловых людей, из металла, и она тяжелее. Коробочки стильные. На вид они практически ничем не отличаются, кроме как рисунком. Ну и видно, что здесь эта ручка поменьше. Давайте первую вскроем, конечно же, та, которая и появилась первая. Вскрываем ее, вытягиваем. Внутри больше ничего нет. Ручка запакована очень красиво. Снимаем. Это первая бумажка. Здесь у нас идет кулечек. Первое ощущение, ребята, она выполнена из какого-то приятного материала. Основной материал корпуса ручки – это поликарбонат. В Xiaomi Mi Pen шариковая ручка без каких-либо Wi-Fi или Bluetooth модулей и умных функций. Инженеры Xiaomi сделали все, чтобы ручка была максимально комфортной для письма. Каждая деталь и часть этой ручки создана на основании максимально удачного пользовательского опыта. Поэтому и делаем мы специальный обзор для вас, наши зрители. Хотим, чтобы вы знали, что такие солидные ручки от компании Xiaomi существуют и поделюсь своими впечатлениями. Вес данной ручки 21 грамм. Толщина ее составляет 9,5 миллиметров, что считается самым оптимальным значением для продолжительного письма. По сравнению со стандартной ручкой, чернила в ручке будут храниться намного дольше, а писать ею намного комфортнее, так заявляют производители от компании Xiaomi. Ручка имеет шариковый наконечник, радиус которого составляет 0,5 миллиметров. Этот наконечник защищен вот такой вот насадочкой. Чтобы этот стержень появился, нужно на 120 градусов повернуть вверх ручки. И тогда она прячется или появляется. Ну а чтобы достать нам полностью стержень, нам необходимо повернуть в противоположную сторону. И тогда нашему взору открывается вот такой вот внутренний стержень. И вставлен этот стержень в вот такую вот металлическую трубочку в колпачке. Держатель на ручке выполнен из алюминия. Примечательно то, что этот стержень от швейцарской компании Premik. А шарик в ручке выполнен из карбита вольфрама, что придает письму большую гладкость, плавность и удобно для написания. Чернила в ручке производства японской компании Mikuni. Они очень быстро засыхают и препятствуют разводам и потекам на листе бумаги. На первый взгляд может показаться, что лишь здесь есть небольшие кусочки металла. Но на самом деле внутри спрятана медная трубка, благодаря чему смещается центр тяжести к кончику ручки для правильного соотношения масс и удобства письма. Если приглядеться, то можно его там увидеть. Внутри находится небольшая пружинка, но эта пружинка не выпадает, как обычно выпадает из более дешевых ручек. И мои первые пробы этой ручкой, и я вам поделюсь своими впечатлениями. И попробуем подпись. Очень приятно и плавно ручка себя ведет. Мне раньше подарили вот такую ручку, которая весит прилично. 32 грамма, выполнена полностью из металла. Ну и писать ей совсем неудобно. И она бывает не пишет. Ну что-то с шариком случилось, заменить нужно стержень. Но вроде бы как удобно. Но вот я когда взял ручку Xiaomi, то здесь уже чувствуется и не тяжелая, но и увесистая. Я думал, она будет гораздо легче. Потому что она вроде бы как из так называемого пластика, не металл же. На самом деле очень серьезная, классная ручка. Рекомендую. И давайте теперь посмотрим, какая же ручка здесь. Почему компания Xiaomi выпустила эту ручку? Потому что она позаботилась действительно о деловых людях. Чтобы это не просто была ручка с определенным оттенком каким-то или другим цветом. Кстати, вот это первый вариант. Он есть и в черном цвете. Чернила здесь черные. А здесь у нас идет серебро и золото. И выполнено из адонированного алюминия. Тоже больше ничего нету. Никаких инструкций. Красота! Ребята! Действительно видно, да, вам вот блестит вот эта верхняя часть. В отличие от этой. На коробочке выглядит она поменьше. В отличие от той. Но на вид они полностью идентичны. Полностью. Только материал разный. Весит данная ручка тяжелее. 29 грамм. Стильный корпус ручки выполнен из анодированного алюминия. А зажим сделан из цинка. Так как цинки анодированный алюминий довольно прочны и отлично противостоят коррозии. Поэтому действительно не зря использовала компания эти материалы. Корпус ручки прошел пескоструйную обработку, что существенно улучшило ее тактильное качество и приобрела некий такой матовый оттенок. В отличие от этой блестинки, здесь этой блестинки нету. И в руках ее приятно держать. Да и позволит избежать царапин этот матовый оттенок. Наконечник также изготовлен из карбида вольфрама, что обеспечивает удобное использование ручки от первого до последнего штриха. Снимаем тоже защитный такой шарик. Чтобы выдвинуть стержень, нам необходимо повернуть не на 120, как здесь было, градусов, а на 180. И внутри встроен интересный механизм, что позволяет откинуть быстро назад и затянуть колпачок. То есть посмотрите, я немножко пальцем помогаю и он прям назад быстро его подтягивает, он пропал. Я его как будто бы натянул, как на будильнике, он вытянулся и опять раз он быстро заскочил. В этом такого нет. Здесь как плавность такая, знаете, плавно выходит, плавно заходит. В этом уже чувствуется более деловой стиль. Раз и она уже сама не выйдет в кармане принудительно. Вот, заметьте, я ее поворачиваю, а она возвращается. Стержень также от швейцарского бренда Premik. Плавно скользят по бумаге, а чернила моментально высыхают и не размазываются. Обещают, что хватит на 400 метров написания разной полезной информации. Да, здесь у нас отличаются стержни, потому что наконечник выполнен вот с такой вот штучкой. Понятно, почему его и быстро возвращает. Верхушечка эта снимается, заменяется. Внутри мы можем увидеть верх залитый специальный такой, как вазелином своего рода, чтобы не вылилось чернила. Очень приятные ощущения по прикасанию к ручке. Давайте попробуем ее в деле. Поворачиваем. Выехал стержень и теперь напишем. Подписывайтесь на наш канал. Точно так же приятно пишет. Цвет чернила черный. Очень удобно. Вообще никаких проблем. Что левой рукой, хотя я не умею этого делать. Давайте напишем. Видите, да, как она легко пишет вообще. Я сейчас не прилагаю никаких усилий. Еле-еле касаюсь. Но слегка придавливая, можно увидеть, что рисует хорошо. Фирменная ручка, конечно же, что и ожидать. Будет работать отлично. Попробую-ка нарисовать розочку. Ну вот такая вот розочка получилась ручкой. И я думаю, что достойна эта ручка нашего внимания. Проведем еще один тест. Покажу вам, как эти ручки рисуют вместе одновременно. Вопрос. Если закончится паста, что делать? На самом деле, стержни можно купить также на сайте Алиэкспресс или Гербест. Я оставляю ссылочки в описании. В коробочке идет сразу три стержня. Поэтому выбирайте, заказывайте. И у вас будет фирменная ручка высокого качества. Не потому, что она просто фирменная. И все. А потому, что она качественная. Ну и напоследок, давайте же я вам скажу, сколько стоит. Ручка из поликарбоната. 255 рублей, 113 гривен или 4,32 доллара. Это вот эта ручка. 255 рублей, 113 гривен в украинской валюте и 4,32 доллара. Эта же ручка стоит 354 рубля или 156 гривен или 5,99 долларов. Я оставляю ссылки в описании. И рекомендую, ребята. Действительно красивая, утонченная. Без лишних всяких штучечек. Все очень красиво, приятно на ощупь. Я очень доволен. Будет одна ручка мне, а другая валюше. Я предоставлю вариант. Какая валюше понравится, такую валюша и выберет. Я все-таки думаю, валюша возьмет вот эту ручку. Но посмотрим. Если интересно, пишите в комментариях. Скоро на канале будет обзор очков от компании Xiaomi. И также будет обзор Powerbank на 20 000 А. Сейчас он проходит тесты. Последний Powerbank от Xiaomi, вторая версия. Который сможет сразу с двух USB портов выдавать аж до 12 вольт. С вами прощаюсь. До новых видеороликов, друзья. Привет от Валюши. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok